Раскрыты имена сталинских палачей. С такими заголовками вышли десятки российских либеральных газет в конце ноября 2016 года. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список сотрудников НКВД конца 30-х годов прошлого века. Более 40 тысяч фамилий. Действительно ли эти люди участвовали в репрессиях неизвестно. Но их родственников уже призывают покаяться, а руководство страны признать уголовную ответственность государства перед народом. Неважно, служил в органах, не служил в органах, рядом стоял. Их задача расколоть сегодняшних людей. Кто снова пытается расколоть российское общество в канун столетия Великой Октябрьской революции? Смотрите прямо сейчас, как публикация сведений о сотрудниках НКВД должна помочь реализовать украинский сценарий в России. Россия мешает, Россия конкурент. Нас пытаются устранить. Сто лет после революции. Как некоммерческие организации России готовят повторение событий 1917 года? Проекты под названием «Уральская республика» или «Махсхадовские проекты» они уже готовы. Кто и зачем собирает сведения о российских силовиках сегодня? Объектами интереса США являются все страны мира. И революцию они готовы делать везде. Теория заговора. Палачи и жертвы. Раскол по историческому признаку. Может ли честный случай уголовного преследования палачей дать старт национальному примирению? Спрашивает газета «Ведомости» в статье под названием «Герой-одиночка». Статья посвящена жителю Томска Денису Карагодину, который потратил 5 лет на то, чтобы узнать имена сотрудников НКВД, которые причастны к расстрелу его прадеда в 1938 году. В статье сказано. Если примеру Карагодина последуют другие потомки жертв репрессий, это может как минимум запустить общественную дискуссию, а как максимум привести к признанию уголовной ответственности государства за репрессии и квалификации репрессивной политики государства как преступной газеты «Ведомости». Прямым текстом. Сразу к признанию уголовной ответственности государства. Этот проект 1937 года есть продвижение один из узловых планов ликвидации России. Не просто поссорить и поругать, а ликвидировать. Вам это ничего не напоминает? В апреле 2016 года власти Латвии подсчитали, что ущерб от так называемой советской оккупации составляет фантастическую сумму – 300 миллиардов евро. Аналогичные счета нашей стране выставили Эстония и Литва. А чтобы жители Прибалтики не сомневались, что все именно так, как преподносит официальная пропаганда, власти открыли музеи советской оккупации. В Риге, Таллине, Вильнюсе, а теперь еще и в Тбилиси и на Украине портрет Сталина висит рядом с портретом Гитлера. Сегодня многие жители нашей страны глубоко убеждены, что поголовно все сотрудники НКВД проводили преступную политику по отношению к собственным гражданам. На тот момент вот такой был механизм, при котором обеспечивала государственную безопасность НКВД. И решения о том, что кого-то расстреливать и так далее, принимались не НКВДшниками этими. Они принимались другими инстанциями. Они были исполнителями воли. Чьей воли? Конечно, государственной. Осталось сделать один маленький шаг и сказать, что они делали это не сами по себе, а исполняя решение, принятое на государственном уровне – газета ведомости. Сейчас их какой-то обструкции через сто лет дополнительно подвергать, я думаю, что это не совсем правильно. Об этом президент тоже ведь сказал. Что мы сейчас будем ковырять? Конечно, у нас есть эти неприятные факты нашей истории. Были расстрелы? Были, да, были. Ну, это наша история, да. Однако те, кто опубликовал информацию о сотрудниках НКВД, преследуют прямо противоположную цель. Помните старую поговорку? Мол, половина СССР сидела, вторая половина охраняла. У всех предки жили в 37-м году. У всех же были предки. Значит, все, кто жил в 37-м году, любой может быть путем определенных манипуляций подведен либо под жертву, либо под, так сказать, палача, как они говорят. Если брать любую страну, которой история длится больше, чем один день, всегда у кого-то кто-то в прошлом что-то где-то надел. Педалировать эту тему и рассказывать, что твой дед моему деду чем-то там махал, а моя бабка твоей бабке вытряпывала волосы, поэтому пойди, значит, на колено, сволочь, и начни рыдать, это бред. Принято считать, что в период сталинских репрессий погибло от 20 до 60 миллионов человек. Доктор исторических наук Виктор Земсков 30 лет своей жизни провел в архивах, изучая вопрос политических репрессий в СССР в эпоху Сталина, и пришел к удивительному выводу. Согласно архивным документам, которые изучил Земсков, с 1922 по 1953 год к высшей мере наказания было приговорено чуть больше 300 тысяч человек. Для сравнения, в США за тот же период на электрическом стуле казнили больше 30 тысяч человек. Однако историки считают эту цифру заниженной как минимум в три раза. Хрущев в своих воспоминаниях пишет, что на момент смерти Сталина в заключении находилось 10 миллионов человек. Преувеличил он вполне осознанно, почти в четыре раза. Причем реабилитировали таких, таковых всех подряд, включая и палачей. Придя к власти, Никита Хрущев стал утверждать, что за 25 лет власти Сталина было расстреляно не меньше 4 миллионов человек. Эту цифру с тех пор принято считать минимальной оценкой числа репрессированных. До неполных 18 месяцев большого террора в 1937-1938 году было расстреляно 700 с лишним тысяч человек. Именно такую точку зрения распространяли историки на протяжении более полувека. При этом многие неедко ссылались на слова члена комитета партийного контроля при ЦК КПСС Ольге Шатуновской. Она утверждала, что лично видела в архивах КГБ некий документ, который впоследствии якобы исчез. Там было сказано, что с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 миллионов 840 тысяч врагов народа. Из них 7 миллионов было расстреляно, а большинство остальных погибло в лагерях. Но реально дошедшие до нас документы свидетельствуют об обратном. Если откроют эти документы, весь тот картошный домик о массовых репрессиях, о том, кто виноват и кто пострадал, рассыпется. Например, взгляните на этот документ. Это справка об общем числе осужденных органами госбезопасности с 1939 по 1953 год, когда умер Сталин. 1 миллион 115 тысяч человек. Для сравнения, в США за тот же период полтора миллиона. Из числа осужденных в России к высшей мере наказания приговорено лишь 54 тысячи. При этом по политической статье за контрреволюционную деятельность из общего числа было осуждено всего 274 тысячи человек. А остальные по общеуголовным статьям. Воровство, разбой, грабежи, убийства. Однако член правозащитного общества мемориал Ян Рачинский утверждает, что это далеко не полные цифры жертв сталинских репрессий. 25 лет назад эта организация с финансированием из США была создана специально для расследования числа репрессированных. Все спокойно сглатывают то, что несет мемориал насчет количества репрессированных. И считают, что любой уголовник, который не работал в лагере, жертва сталинского террора, потому что он в принципе борец со сталинской диктатурой. В 1976 году Александр Соложеницын заявил, что с 1917 по 1959 год в СССР умерло 110 миллионов человек. И что большая их часть была либо расстреляна, либо погибла в лагерях. Но если официальные документы сообщают, что за 70 лет советской власти арестованных было всего 7 миллионов человек, то откуда такие фантастические оценки числа политических жертв? Смотрите сразу после рекламы, как западные спецслужбы тайно работают с нашими неправительственными организациями. Объектами интереса США являются все страны мира, и революцию они готовы делать везде. И сколько денег они готовы выложить за новый бунт московской оппозиции. Американцы тратят 10 миллиардов долларов России на политику. Теория заговора. Палачи и жертвы. Раскол по историческому признаку. Смотрите прямо сейчас. Сегодня каждого из нас призывают определиться. Лично вы. Палач или жертва? Цирянов Николай Иванович. Палач. Денисов Сергей Тимофеевич. Палач. Носкова Екатерина Михайловна. Палач. Именно такое клеймо повесил на этих сотрудников НКВД Денис Карагодин. Правнук Степана Карагодина, расстрельного 21 января 1938 года по обвинению в работе на японскую разведку. Этих все 40 тысяч сейчас, это же никакой смысловой нагрузки исторической не несет сейчас. Пометим мы их каким-то маркером или не пометим, и что дальше? Что мы будем каким-то образом оценивать потом их потомков? Да ни в коем случае это нельзя допустить. Вот такое письмо написала Денису Карагодину правнучка, одного из причастных к репрессированию его прадеда. Мне очень стыдно за все. Мне просто физически больно и горько, что ничего я не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем зыряновом родстве и поминать вашего прадедушку в церкви. И получила великодушный ответ от Карагодина правнука. Я протягиваю вам руку примирения, как бы ни тяжело, это мне сейчас было сделать, помни и зная все. Живите со спокойной душой, а главное с чистой совестью. Живут два соседа, они знать не знали, что там было в 1937 году. А теперь один сосед жертва, а другой сосед преступник исторический. И это раскручено средствами массовой информации. Дальше найдутся американские агенты, которые этим соседям устроят, не знаю, дверь подожгут. Это будет обязательно. Мы сейчас увидим сакральные жертвы в этом проекте. Подожгут дверь и устроят публичное выяснение отношений под камеры всей страны и всего мира. По странному стечению обстоятельств, одновременно с медийным скандалом вокруг Дениса Карагодина, некоммерческая организация «Мемориал» выложила в сеть имена 40 тысяч сотрудников НКВД. Если у Карагодина ушло 5 лет на то, чтобы установить причастных к расстрелу его прадеда, то теперь у каждого из вас может уйти всего 5 минут, чтобы проверить своих родственников или родственников ваших соседей, что может произойти после этого. То есть в этом и логика этой технологии. Пока они готовятся, то есть пока они создают фон, а потом они сделают 2-3-4 публичных конфликта на этой базе, которые дальше расколят уже все общество и всю страну на палачей и жертв. Это знаменитые кадры революции на Украине. Толпа разъяренных фанатиков избивает сотрудников киевской полиции. Подразделение полиции «Беркут» пытается отбиться, но все напрасно. Их забивают палками, кого-то сжигают живьем. А спустя какое-то время имена, фамилии и адреса проживания полицейских, журналистов и вообще любого, кто был не согласен с действиями новых киевских властей, были выложены на специальном сайте «Миротворец». В результате многие из них пропали без вести. Журналист Олесь Бузина и бывший депутат Олег Калашников были убиты. А теперь некоторые средства массовой информации и организации с западным финансированием собирают информацию и о российских силовиках. С какой целью? Залазь туда! Залазь! Залазь! И там снимают в портфеле! Залазь! 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 Залазь, смотри! Можно сказать, что людям на этой видеозаписи еще повезло. Этого мужчину бросили в мусорный контейнер и забросали мукой. Залазь! Залазь! А здесь унизительные акции подвергли двух женщин, работавших в юридическом отделе местной администрации, не поддержавшей Майдан. Давай, кидай, кидай! Куда? Ты что делаешь? Сюда! Ты что делаешь? Многие считают, что список работников НКВД, которые опубликовали правозащитники мемориала, сделан с прицелом на будущее. Следующим шагом, видимо, должно стать опубликование списка действующих сотрудников российских правоохранительных органов. По идеальному плану заокеанских политтехнологов, их должна растерзать толпа нового русского Майдана, который готовят в 2017 году. Мы недавно организовали комиссию по переходному правосудию, например, которая будет включать в себя иллюстрацию, это очень сложная тема, которая будет применима, вот эта весьма концепция будет применима только после смены власти. Это заявление сделала на украинском радио правозащитник Наталья Пелевина, близкая подруга известного либерала Михаила Касьянова. По ее замыслу, в случае прихода к власти оппозиции, у них должны быть готовы списки людей, подлежащих преследованию. Основными фигурантами этого списка должны стать российские военные, несущие службу в Крыму, участвующие в военной операции в Сирии, а также против террористов на Северном Кавказе. Что интересно, большую часть информации о русских военных правозащитница Пелевина должна была получить от своих партнеров в Центре Мемориал, того самого, который опубликовал список из 40 тысяч сотрудников государственной безопасности СССР. В списке НКВД это чисто пропагандистская кампания, организованная послом Соединенных Штатов Америки и Госдепартаментом. Суть механизма следующая. Они подсвечивают негативные страницы нашей истории, привязывают негативные страницы к персоналям. Согласно тем сведениям, которые просочились в прессу, информацию для проекта Пелевина получала и от сотрудников СБУ, Украинской службы безопасности. А спонсорами проекта должны были выступить зарубежные фонды. Один из них – Институт открытое общество Джорджа Сороса. В 83-м году ЦРУ посчитало, что им нужно избавиться от несвойственных функций по поддержке разных НКО в различных регионах мира. И тогда они создали агентство USAID, и бывший директор ЦРУ Уильям Кейси – это USAID возглавил. Система грантов позволяет западным спецслужбам совершенно легально финансировать экстремистов, революционеров и оппозиционеров всех мастей. Фонд Сороса, на чью помощь так рассчитывала правозащитница Пелевина, был одним из спонсоров Майдана. На этой фотографии президент Порошенко в знак признательности за помощь в демократизации Украины награждает Сороса Орденом Свободы. Объектом интереса США являются все страны мира, и революцию они готовы делать везде. Это глобальная система, которая работает как часы. Гранты вот эти вот, которые приходят, и по данным Росфинмониторинга, в такого рода некоммерческие организации, многократно возрастают, когда в той или иной стране начинается электоральный год. В десятки раз сразу идет рост. Знаменитый фонд USAID, который, например, участвовал в разработке действующей редакции Конституции Российской Федерации, по некоторым данным тесно связан с ЦРУ США. Об этом, например, в своей книге «За кулисами ЦРУ» обмолвился бывший разведчик Филип Эйджи. Об этом писал и другой американский публицист Уэйн Мэтсон в 2014-м. Конечно, вы не найдете в официальных документах нигде этих данных, что именно главная американская спецслужба учредила этот фонд, но это широко известно. И, кстати, они сами имеют в виду и ОСАДИ, и сами представители американских спецслужб не отрицают этой связи. В 2013 году член общественной палаты Вероника Крашенинникова открыто заявила, что ряд американских некоммерческих организаций в России возглавляли разведчики. Констатировали, что на территории Урала, Восточной, Западной Сибири, Дальнего Востока появляются американские эксперты, профессуры, которые в своих лекциях, читаемых в университетах, начинают продвигать идеи тому, что Россия не способна управлять громадными ресурсами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, например, одним из спонсоров многих российских НКО является фонд МакАртуров. Его президент по международным программам Барри Лоуэн Крон был специальным помощником директора ЦРУ, директором аналитического отдела в Совете по национальной разведке. Что интересно, обязанность Кроны в России раздавать нашим правозащитникам гранты. Так, например, фонд МакАртуров передал 750 тысяч долларов Московской Хельсинской группе и 2,5 миллиона долларов Московскому центру Корнеги. Есть же достаточно обоснованные экспертные оценки, что американцы тратят 10 миллиардов долларов России на политику, где-то они должны выйти. То есть, если где-то есть заказ, пошли политические деньги, значит, где-то они должны сработать. Один из этих проектов, мы его четко заметили, это финансирование, как бы история с ответственностью потомков за преступления, или за якобы преступления, которые совершили их деды, прадеды, может быть, отцы. О тайной деятельности зарубежных спецслужб в России под прикрытием правозащитных фондов было известно давно. Но только в 2015 году удалось запретить деятельность таких организаций. Это Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Фонд инвестирования в развитие СМИ и корпорации «Международный республиканский институт». Убрать американских советников из российских министерств, для того, чтобы они не продолжали гадить. Они же каждый день гадят. А их тысячи человек работают только в Москве, около 50 офисов американских советнических организаций, обслуживающих российские власти. Международный республиканский институт, которому в числе прочих запретили работать в России, известен тем, что его директор является сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, один из ярых русофобов в США. Маккейн является активным сторонником поставок вооружения так называемой умеренной сирийской оппозиции. Посмотрите, с каким нескрываемым удовольствием сенатор снимает на камеру мобильного телефона Киевский Майдан. Апогеи государственного переворота на Украине. Какие сюрпризы готовит 2017 год предугадать, пока не берется никто. Очевидно одно. Запад будет финансировать протесты и искать способы, как это сделать легально, чтобы на Красной площади заполыхали покрышки.